СПОНСОРЫ РЕАЛИТИ ШОУ Первый городской телеканал запускает долгожданный, яркий, динамичный восьмой сезон реалити-шоу «Я топ-модель». Каждая маленькая девочка мечтает быть принцессой. А девочки постарше понимают, что быть моделью намного увлекательнее. Представляя себя на подиуме или на обложке модного журнала, каждая красавица уверена, что однажды мечта станет реальностью. И сегодня первый городской дарит возможность самым смелым, целеустремленным и уверенным сделать первый шаг к мечте. Семь новых участниц, вдохновленные успехом своих предшественниц, выбрали нелегкий, но такой приятный путь к признанию и успеху. Уроки в модельном агентстве «Модус Вивендис» и на первом городском телеканале, фотосессии и съемки, интересные знакомства, новый опыт, успехи, разочарования, большие надежды и своя порция славы. Все это ждет девочек на пути к своей главной цели – титулу, топ-модели и контракту с модельным агентством «Модус Вивендис». Сезон новый, а ведущая все та же, обворожительная и неподражаемая Дарья Хмеленко. А теперь давайте познакомимся с участницами поближе. Маргарита Дьяконова. Меня зовут Дьяконова Маргарита. Мне 36 лет. Мне нравятся все варианты моего имени. И Марго, и Рита, и Маргарита. Больше всего мне нравится сочетание Маргариты Николаевны. Как в Булгакове. Мастера Маргарита. Я педагог по актерскому мастерству и сценической импровизации. Я решила поступить в театральный. Я поступила тогда, когда уже все выпускались. То есть меня спрашивали на приемной комиссии, что ты пришла, что ты делаешь, а почему. Я шла целенаправленно и поступила. Я захотела себе ребенка. Я, собственно говоря, шла к этой цели, и у меня теперь замечательный сын. Вот я захотела фотографироваться. Я пошла в топ-модель. Виктория Тютюнник. Меня зовут Виктория. Мне 39 лет. Я работаю учителем начальных классов. Всегда с детства мечтала быть учителем. Ирина Рудковская. Меня зовут Ирина. Мне 28 лет. Я медсестрой работаю в частной клинике. Какой не скажу. Юлия Канева. Меня зовут Юля. Мне 36 лет. Я тренер. Я открыла свой зал. Обожаю свою работу. Мею четыре разных образования, в том числе красные дипломы. Обожаю петь. Луч солнца золотого, туч скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Дарья Тимофеева. Меня зовут Тимофеева Дарья. Мне 18 лет. Я здесь самая маленькая участница. Я учусь в колледже, заканчиваю последний курс. Также я отучилась на бровиста. Работаю сейчас в салоне. И занимаюсь изготовлением кондитерских изделий из шоколада. Несколько лет назад я училась на модель. Вот в одном из модельных агентств Калининграда. Но у меня тогда был лишний вес. Вот и как-то ничего не получилось. Василиса Дубская. Меня зовут Василиса. Мне 20 лет. Я выбрал специальность компьютерной технологии. И сейчас, обучаясь на четвертом курсе, я занимаюсь кондитерским в пяти лет. Шесть дней в неделю по два-три часа. А еще я занимаюсь сумочками шамбала. Я стесняюсь немного говорить, потому что я плохо говорю букву «Р». В школе надо мной из-за этого надо мной смеялись. Но мои друзья говорят, что это может стать моей изюминкой. И впервые в истории проекта за главный приз поборется девушка в форме и с формами. Модель плюс сайз Александра Трацевич. Меня зовут Александра. Мне 32 года. А я мастер маникюра. Работаю на себя. Работаю в удовольствии. Это творческая профессия, в принципе, которая приносит мне огромное удовольствие. По характеру я разная. Иногда бываю жесткая. Иногда добрая. Иногда вспыльчивая. Иногда сбалмошная. Упертая, упорная. Это можно по-разному называть. Или устремленная. По характеру я мягкая. Но как учитель я строгая. Добрая, лояльная. На проекте я не буду добрая. Даже не думайте. По характеру, мне кажется, больше всего определяет меня, наверное, знак зодиака. И я прям яркий лев. Я люблю быть на сцене. Я люблю, когда есть внимание. Я мягкая. Вот. Ну, конечно, если меня заденут, я могу дать отпор. Я родилась в Крещении. Когда была сильная метель и температура минус 30. А поэтому мама говорит, что у меня суровый характер. Что у тебя получается лучше всего? Лучше всего я занимаюсь лошадьми. Это мой талант. Лучше всего я готовлю. Деку очень хорошо от оптики. Что я делаю лучше всего в жизни? Мне кажется, достигаю поставленных целей. У меня лучше всего получается готовить. Я лучше всего могу подобрать одежду. Ну, вы себе и кому-то. Ну, у меня такое вот видение есть. Лучше всего я учу людей. Передаю знания. В жизни лучше всего я готовлю вкусно. Я помогаю людям. Животно. За что тебе до сих пор стыдно? Да мне каждый день за что-то стыдно. Мы с одноклассницами шли с работы. И был прилавок. Там лежали арбузы, дыни. Она взяла арбуз под кофту и такая бежит. Мы же вместе были. Мне стыдно стало, что мы украли арбуз. Ну, серьезно. Ну, это так стрёмно было. Самый постыдный поступок в моей жизни, это, конечно же, не для камеры. Но на самом деле камера как раз тогда была. В общем, я не могу прямо сказать об этом. Проезд не оплатила как-то. Там не было кондуктора, я постеснялась подойти к водителю, вышла и стояла. Думаю, ну, если еще раз приедет этот автобус с этим водителем, я то иду и оплачу проезд. Я еще потом шла домой, думала, меня догонят и скажут, ты не оплатила проезд. Я так больше никогда не делаю. У меня не было в жизни таких поступков, за которыми мне было стыдно. Мой самый постыдный поступок был в школе. Я промолчала. Я шла в школу и видела, что за каким-то торговым павильоном там сидела женщина. Ну, в голове подростка. Бомжиха какая-то сидит. Это видно, что она была не очень трезвая, не очень благополучная, социально обеспеченная. Я прошла мимо. И на следующий день я узнала, что там нашли труп женщины. То есть она в итоге погибла. С тех пор я стараюсь не проявлять бездействия. Если я что-то могу сделать, я делаю. У меня нету самого постыдного поступка. Да и вообще таких поступков, в принципе, как бы нету. Я всегда себя контролирую. Был один случай, когда, да, мне прям пришлось сказать неправду. Вот. Мне, да, мне тогда было очень стыдно. Веришь в женскую дружбу? Женская дружба точно есть. У меня есть подруги, которые меня выручали в сложнейших ситуациях. Подавали руку. Я точно знаю, что если что-то мне понадобится, я могу к ним обратиться, равно как они ко мне. Между дружбой и победой я выберу дружбу. На проекте, я думаю, у нас будет соперничество между друг другом. В женскую дружбу не особо верю. Между дружбой и победой я выберу всегда победу. По жизни бояться мне бы хотелось доказать всем, что я могу, смогу и я побежу. Побежду. Я верю в женскую дружбу. Мне, конечно, пока нет такой прям подруги. Но надеюсь, будет. Если выбор станет между дружбой и победой, то я буду за справедливость. Ну, дружба прежде всего. Я считаю, что, как говорится, в этой жизни возможно все. И включая женскую дружбу тоже. В женскую дружбу не верю. Между дружбой и победой я выберу победу. Друг познается в беде. И это не важно, женская это дружба, или там дружба мальчика с девочкой. Это действует везде и всегда. Если выбирать между дружбой и победой, все-таки мы пришли на проект. Я выберу победу. Я пришла, да, за победой. Женская дружба бывает. Но, наверное, до каких-то... Но, наверное, до каких-то определенных моментов. Если станет выбор между дружбой или победой, я выберу победу. Но я в свое время как-то выбрала дружбу и немножечко ошиблась. Зачем ты пришла на проект? Научиться работать с камерой, взаимодействовать с ней, не стесняться камеры. Ну и, конечно, хотелось бы победить и получить контракт с модельным агентством. Да, я пришла за победой. На проект я пришла, чтобы разнообразить свою жизнь, чтобы познакомиться с новыми людьми, чтобы найти какие-то интересные знакомства, интересное общение для того, чтобы попробовать себя в роли модели. Потому что сейчас моделей таких, как я, размером плюс сайз, не так много у нас в городе. Поэтому я должна обязательно засветиться, меня должны увидеть, меня должны пригласить. Я очень бы хотела тоже представлять одежду во всех сериях. Я первый раз, что взяли такую девушку, как я, красивую, умную, интересную, которая будет представлять за всех девчонок наши красивые фигуры. И я пришла за победу, однозначно. На проект я пришла, чтобы научиться позировать на фото. Потому что у меня огромные проблемы. Я могу работать по задачам в театре, в кино. Ну, как только дело касается фотосъемки, портфолио актерское, либо видеовизитка. В этом плане у меня все трудно. Я пришла за победой, я пришла проявиться, я пришла показать себя. На проект я пришла попробовать что-то новое, найти себя. Может быть, действительно, мне пойдет дальше модельный бизнес. Это круто. Это макияж, это прическа. Это возможность узнать себя, ощутить себя в новом образе. Когда я смотрю на супермодели журнала, я представляю себя на ее месте. И это потрясающе. Я очень-очень хочу стать фотомоделью. Я пришла победить. И мне вообще многие говорили, типа, Ир, ты такой модель на внешности, тебе бы где-нибудь поучаствовать. Я это ощущаю, я это вижу, чувствую. Я пришла за победой, это 100%. И пришла я сюда для того, чтобы, опять же, реализовать свой потенциал. Дело в том, что у меня есть сын. И я расчу его одна. Получается, 11 лет. Как я только им занималась. И, собственно, у меня не было времени на себя. Сейчас у меня есть время на себя. И в этом проекте я реализую то, что я думала, что невозможно. Конечно, я пришла побеждать. Побеждать, победить, вообще, ну, как бы, всегда. На меня это заложено, я лев. Кто твоя главная конкурентка? У меня здесь нет конкурентов. Я сама лучшая. Это Даша. Даша 18 лет, у нас похожие возраста. И, конечно, нам есть в чем сравниться между собой. Я лучше, я ярче, я активнее. Пока конкурентов на проекте я не вижу. Ну, не вижу я. Мы всегда все выбираем только себя. Мы все тут конкурентки. По сути, это борьба. Все девочки разные, достойные, яркие. Мы все, естественно, не подруги. Моя главная конкурентка здесь – это Александра. Ну, потому что она считает себя уникальной, особенной. Она красивая, но не модель. Главный конкурент – это Ира, наша блондинка. Я так заметила, как она на меня смотрит, так говорит. Ей, наверное, непривычны такие девушки, как я. Поэтому, я думаю, мы с ней будем еще разговаривать. Моя главная конкурентка – это, мне кажется, Ирина. Потому что нельзя недооценивать ее достоинства. Она очень, как я посмотрела, очень хорошо смотрится в кадре. Она делает разные позы. Это качество модели прекрасное. Поэтому респект, молодец. И тем интереснее конкурировать. Я топ-модель. Я топ-модель. Я уже топ-модель. Я топ-модель. Я топ-модель. Я топ-модель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Софья якобы забрала у них драгоценное время, отведенное для съемки, и в итоге получила больше всех фотографий. Никого не смутил тот факт, что красное платье из новой коллекции Лолиты Арнт не подошло ни одной из участниц. Юля отработала уверенно. Ей пришелся по душе костюм от Лолиты. Дерзкий, с нотками рока, все как любит на первый взгляд скромная и хрупкая Юля. Я готова быть собой, играть какие-то роли, если нужно, перевоплощаться. Я готова помогать другим девушкам, чтобы меня любили тоже. Ну, на самом деле это все искренне, ну и я готова преодолевать себя. Василиса чувствует конкуренцию, но волнения по этому поводу не испытывает. Кажется, нежная и неземная Василиса на самом деле серьезный и жесткий игрок. И что-то подсказывает, что Василиса еще не раз удивит нас. Оказалось, что с одной из участниц Василиса давно знакома. Посмотрим, удастся ли им остаться друзьями, несмотря на конкуренцию. Мы потружились с Маргаритой. Маргарита – потрясающая девушка. Мы с ней были знакомы до проекта. Она занимается меня на лошадях, поступает в театре. Она очень спокойная, очень размеренная. И самое главное – она веселая. Она веселая, с ней можно поговорить. Маргарита – актриса. Но пока примерить на себя яркие образы ей не удалось. Маргарите достался очень женственный, но строгий черный костюм. Может быть, поэтому на фотосессии Марго чувствовала себя довольно скованно. Ведь средств самовыражения перед фотокамерой гораздо меньше, чем на сцене. Однако на интервью Маргарита заявила, что пришла только за победой и даже готова идти по головам. Для первого раза страшновато. Опыт на сцене, опыт в кадре, но чтобы зафиксироваться. И при этом думать про воздух вот здесь, чтобы не туда, чтобы не сюда. Девочки классные на самом деле. Классные. Прям все классные. Прям все классные. Они особенные. Они каждая по-своему классные. Все пришли драться с зубами, выдирать победу. Я пришла, чтобы пройтись по головам. Я настроена серьезно. Сашин посыл в мир – это уверенность, бесстрашие, оптимизм и фонтанирующая радость. Она вызвала у участниц самые разнообразные эмоции, но точно никого не оставила равнодушным. Сможет ли такая непоколебимая уверенность в своих силах сломить стереотипы и привести Александру прямиком к главному призу? Сложности в подборе одежды, они всегда есть у девочек, которые чуть больше идеальных. Но я думаю, что сейчас, в данное время, все больше и больше уже акцент делают на то, чтобы делать для нас красивую одежду, для красивых девушек с красивыми пропорциями. Ира явно чувствует себя фавориткой. Несмотря на то, что у нее за спиной немалый опыт участия в фотосессиях, Ирина максимально погружена в процесс съемок и обучения, внимательно прислушивается к рекомендациям и не отходит от зеркала, репетируя позы. Серьезный подход, серьезная участница, серьезная заявка на победу. Нас тут и накрасили, и мейк нам навели, и прическу сделали, вообще все. У меня уже был опыт не раз, поэтому я и пошла дальше развиваться в это русло. Дарья – самая юная участница. Несмотря на свои внешние данные, Даша скромна и застенчива. Однако ей удается выделяться среди других участниц. И в том числе своим абсолютным спокойствием и безмятежностью. Сегодня я очень волновалась, потому что все-таки это первая съемка, и мне кажется, мы не были готовы еще. Я спокойна и в себе уверена. Виктория – учитель. Но на проект она пришла не учить, а учиться. И хочет повторить успех Елены Фессун, победительницы шестого сезона. Именно Елена стала примером и сподвигла Викторию принять участие в проекте. Я на проект пришла для того, чтобы попробовать себя в чем-то новом, найти себя, может быть. Меня привлекают фотосессии. Хотелось бы, конечно, дальше развиваться в этой сфере. Привычка Вики искать ошибки и выставлять оценки дала о себе знать и на сегодняшней фотосессии. Волнительно, конечно. Но немножечко думала, по-другому будет. Но прошло вот как-то. Не знаю, думала, повеселее. Будут показывать. Но немножко не показали. Как-то. После первой фотосессии, когда участницы поближе познакомились друг с другом, мы решили задать довольно провокационный вопрос. Кто же главная стерва проекта? Ну, думаю, что это, наверное, Саша. Мне кажется, пока Саша. Вот в этой футболке, которая. Саша? Саша? Саша ее зовут? Саша, да. Ну, на мой взгляд, это Саша. Стервы. Я. Ну, есть такая стерочка одна. Александра. Ну, серьезно, да. Она такая вперед вся такая, да, бежит. У нее все ярко, она такая красивая. Она такая экзентричная. Она должна быть впереди всех. У нас буду это я. Но пока никто не знает. Мы им не расскажем об этом. Ох, Сашенька, что-то мне подсказывает, что они уже догадались. И уже под конец фотосессии всех ждала, как всегда, фееричное, но неожиданное появление ведущей проекта Дарьи Хмеленко. Фу, ну, наконец-то я вас нашла. Я уже сначала на гаражной была, сейчас на правую набережную приехала. Два часа до вас добиралась, а. Девочки, всем привет! Я опять с вами, я безумно рада, ждала этого дня на самом деле. Ну, честно, я хочу сказать, что в Палининграде очень мало всяких таких событий. Топ-модель на первом городском канале, это очень классный инфоповод. Я безумно рада. Уже познакомилась с девчонками. И я так уже обратила внимание, кто уже умеет позировать. Буду узнавать, потому что все они поначалу все такие хорошенькие, а потом, когда начинается конкуренция, когда начнутся баллы, когда жюри будут ругать их, они сразу же раскрываются по-новому. Я уже это проходила, я сама знаю. Так что будем наблюдать. Фотосессия для салона массажа «Альгиз» началась в атмосфере спокойной и расслабляющей. Сегодня участницы получили возможность совместить приятное с полезным, показать, на что они способны как модели, и воспользоваться всеми услугами массажного салона. Это ли не работа мечты? Здесь очень так здорово, конечно, замечательно такой массаж. Салон классный, услуги такие вообще просто отлично. Я бы каждый день бы на такие съемки ездила. Ой, салон классный, так уютно, так расслабляющая музыка, ароматы приятные. Мастера вот с нами работают, очень такие вдохновляющие. У всех этих красавиц одна цель – стать моделью. Но у каждого на пути к цели рано или поздно возникают препятствия. И сегодня этим препятствием стала с виду невинная вазочка с конфетами. Напомним, что и в прошлом сезоне участницы не смогли устоять перед соблазном и полакомились конфетами. Кажется, теперь мы знаем главного врага модельного бизнеса в лицо. А наши участницы решили этого врага безжалостно уничтожить. Или все-таки это способ заглушить нарастающее раздражение в связи с очередным опозданием Ирины. Слушай, по-моему, Ира опять опаздывает, да? Она каждый день, каждый раз, каждую съемку задерживается. Из-за нее будем опять сидеть. Она говорит, что я, конечно. Чуть-чуть конфеты. Давайте конфеты. Пока никто не видит. Слушай, это мои любимые конфеты. А тебе вообще нельзя. В смысле нельзя? В прямом. Мне можно тебе есть? Нет. Девочки, а я что-то не поняла, о чем ты делаешь конфеты? Да мы даже не начали, еще не успели. А вообще-то, кстати, мне можно, а им нельзя. Вот им и предъявляйте. Я пантик рассматриваю. Нет, на тебе пучок модный. А потому что я плюс-сайз. Мне главное не похудеть. А целлюлитик вообще нормально. Можно, нормально. А я отработаю, я тремя, поэтому я отработаю. На место положили. Когда я пришла, здесь полная была вазочка. Да мы по одной съели всего лишь. Начинается. В глаза мне посмотри по одной. Рот показать? Я тебя заклеиваю. Нет, я открою рот. Ты корот не заклеиваешь. Соня придет, и врать не умеешь, я знаю. Врет. Почему так совестно стало? Мы больше не будем. Нет, нельзя. Сейчас и тебе, Павел, достанется. На одну? На одну. А что нам одним страдать? А что за фигня? Почему ей можно? А нам нет. Нет, так, так. Почему ей можно? А потому что она самая худая. Она до этого конфета была. Нормально вообще. Сейчас Катя уйдет, и все. Конфеты, чтобы Ирке не досталось. Ирке не достанется. Дай хоть одну. Только я третий раз уже возьму, в конце концов, это конфеты. Мое. Кажется, здесь пора применять Сонины методы. Однако Маргарита Николаевна, например, считает, что небольшая порция глюкозы ей совсем не повредит. Внимание! Рецепт стройной фигуры от профессионала. Я диету соблюдаю всегда. Просто иногда хочется немножко сладкого чуть-чуть. Я хорошо умею втягивать живот. Если надо, втянусь полностью. Вы меня даже не заметите. Все в себя. Живот в себя, побо в себя. Высокого поднять подбородок и вперед. Юлия, по традиции, отправилась на фотосессию первой. И, кажется, ей понравилось. Судя по тому, что время, отведенное Юле, уже давно закончилось, а она все еще на массажном столе. Естественно, что не все довольны таким развитием событий. Ну, мне кажется, что несправедливо. Нам на каждую давали по 10 минут. Там Юля уже 20 минут лежит. У нас потом всех за 2 минуты, что ли. Там каждая по 2 минуты и свободно. Как-то, ну, обидно. Она в прошлый раз первая пошла. В этот раз первая пошла. Я думаю, у нее задумка такая занять все время. И как бы, чтобы нам осталось там фиг да нифига. Но, кажется, Юлю сложно смутить недовольством соперниц. Ну, что поделать. У меня получается раньше всех прийти. Поэтому, когда раз настраиваются при мне. И, ну, все классно получается. Я успеваю разные варианты придумать. Поэтому, ну, пусть обижается. Вообще, что делать? Так бывает. Злопыхатели, может быть, появятся. Нет, другие тоже. Ну, это все-таки проект. Это соревнования, конкурс. Василиса тоже не особо настроена терпеливо ожидать свою очередь. Но, как оказалось, у нее есть причины, которые могут стать серьезным препятствием для участия в фотосессии именно сегодня. Мне немножко некомфортно сниматься. Ирина. 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 Битва. Ирина. Ирина. Ну, начали, типа, успокаивать, капец, короче, полный. Давайте ее шмотки какие-нибудь спрячем. Она сейчас будет в этот самый, еще переодеваться по три раза, понимаете? И мы будем опять сидеть ее ждать. Давайте, где там что? Саша, вам не надоело ругаться? Проект начался? Мне надоело, а ей, видимо, нравится. Это я не поняла. Да ничего, Ира исполняет, как всегда. В смысле исполняет? Ну, хватит уже. Это же Ира. Вот что? Ты же знаешь, это Ира. Видела? Вот она сейчас будет искать. Шоу, шоу. Страсти накаляются. Все с интересом наблюдают за развернувшейся баталией. И только миролюбивую Дашу это, кажется, немного расстроило. Не знаю, здесь все как-то ругаются. Нет такой какой-то дружеской атмосферы. Вот Саша вообще взяла и спрятала белье Иры за то, что та опаздывает. Я считаю, это очень подло. Исходя из всего этого, уже начинает казаться, что когда ты отворачиваешься, и про тебя что-то могут говорить, могут спрятать твое белье, там туфли, я не знаю, уже как приходить на следующие съемки. А в это время... У меня нижнее белье сперли. Я, кажется, догадываюсь, кто. Кто? Ну, у нас одна такая тут пока что. Скорее всего, это у нас Александра. Ирочка, пришлось одевать мне боди. Я боюсь, что твое нижнее белье ей не пригодится. Ну, она не для себя забрала, конечно, но, видимо, это... Меня позлить? Однако расслабляющая атмосфера салона «Альгиз» способна остудить даже жаркую обстановку в коллективе. Страсти поутихли, и все смогли насладиться приятными процедурами и обществом друг друга. Съемка прошла отлично, все, девочки все молодцы, все очень красивые, веселые. Была бы рада их видеть всех у нас в салоне «Альгиз». У меня есть предположения, кто выиграет в конкурсе, но я пока промолчу. Это будет мой секрет. Меня зовут Олеся. Я сегодня в качестве фотографа. В основном фотографирую людей. Портретная съемка, ловстори, прогулочные съемки. Все участницы очень классные девчонки, такие прям зажигалочки. Все очень красивые, в каждой есть своя изюминка. По поводу победительниц, у меня просто несколько участниц пока. Как бы я их для себя отметила. И вот кто из них, не знаю еще пока. Сегодня состоится первый совет жюри нового сезона реалити-шоу «Я топ-модель». Посмотрим, кто в новом сезоне сможет проявиться, показать себя лучше и победить. И забрать титул «Я топ-модель». Субтитры сделал DimaTorzok Александра, вот вы сказали, что в принципе довольна своей фотосессией. Я думаю, что заказчики тоже должны быть довольны. Скажите, пожалуйста, какую задачу вы выполняли здесь как фотомодель? Это вот фотографировали услуги массажного салона. И какую задачу вы выполняли здесь как фотомодель, рекламируя одежду или себя? Расскажите о том, что вы здесь выполняли. В случае массажного салона мы рекламировали услуги. Мне кажется, что я прорекламировала зрителю хорошую атмосферу, уют какой-то в этом заведении. И там были еще дополнительно фотографии, где мы фотографировали отдельно части тела. Они, кстати, очень неплохо получились. Она справилась с заданием, потому что она уверена в себе, девушка. И ее уверенность мне очень понравилась. Я немножечко растерялась, наверное, на такой фотосессии, потому что у меня такое в первый раз. Может, где-то была какая-то моя зажатость именно во время съемочного процесса. Но, в принципе, я старалась максимально расслабиться. И удачные фото все-таки они какие-то, но получились. И главное, когда мы рекламировали аппараты, там все мои прелести очень хорошо получились. Мне вообще в целом и работать с вами понравилось, и вы понравились. Несмотря на то, что вы мне немножко не подходите по размерам. То есть у меня максимальный размер – это XL, в принципе, для моего бренда. К сожалению или к счастью, дальше мы шить не будем. То есть это предел. Но для брендов, которые отшивают такие размеры, я бы вас рекомендовала. Солнечная, шикарная. Как я говорю, не все должны быть худышками, кто-то должен быть нормальным. Юлия, вы готовились к сегодняшнему дню, к сегодняшней съемке? Да, я готовилась к сегодняшнему мероприятию. Вот здесь вот так достаточно красиво продемонстрировали нам одежду Лолиты. Почему вы сегодня к нам пришли в свитере и в джинсах? Мне сейчас температура, наверное, где-то 38, я, конечно, выпила все, что могла. И я поняла, что сейчас для меня главное – уют. То есть это моя возможность немножечко как будто одеялком укрыться. Понимаете ли вы, что на любой фотосессии фотомодель должна уметь работать в любых условиях, какие бы они ни были – дождь, снег, слякоть. Вас, если попросят выйти в легком платье в снежную бурю, вы должны это уметь. Готовы ли вы к этому? Зачем вам это? Да, конечно. Я считаю, что Юля из всех девочек, я ее выделила, потому что она лучше всех справилась с заданием. Она подготовилась к этому, уже заранее было видно, она принесла с собой цветочек. У нее на всех фотографиях были показаны эмоции. Понятно, что болезнь – это мало приятного, но тем не менее вы должны были собраться и красиво к нам прийти. Спихивать это все на болезнь – это не спортсмен и это не модель. В модельном бизнесе такие вещи не прощают. Как вы работали на площадке, мне понравилось. Вы очень хорошо позировали, очень много рекламных снимков. Сложно выбрать именно тот снимок, который вал, потому что они все вал. С телом вы умеете работать, а с лицом – нет. Лицо везде одинаковое. Работать с Юлей было комфортно. В принципе, мне даже не нужно было ей что-то комментировать. Она понимала, что она делает, что ей нужно показать не себя, не свое тело, а ей нужно показать одежду. Я благодарю за оценку моей работы. Я чувствую, что я трудилась заранее, готовилась не напрасно. Поэтому я очень благодарю. Виктория, давайте попробуем абстрагироваться от девушки, которая здесь на фотографии. Представьте, что это не вы. Если бы вы едете по городу, увидите вот этот билборд. Вы бы приобрели то, что здесь рекламирует вот эта фотомодель? Нет. Почему? Ну, я бы взяла другой ракурс. Работа фотомодели подразумевает огромный труд, огромную работу, умение взять себя в руки, работать не только на камеру, одеться, переодеться, макияж. То есть это четкое время в любую погоду, в любое время. Готовы к этому? Да, я согласна. В любую погоду, в любое время, суток, дня и ночи, если это требуется. Попробовать поменять цветовую палитру своих волос. Не хотите преобразиться, измениться? Вы же фотомодель, будущее. Да, только... Вы на каждой фотосессии должны быть разные. В одной фотосессии вы будете одно презентовать, в другой вы другую услугу будете продавать. А у вас вот эта вот красная копна, не красная, фиолетово-красная. Я не вижу вас, модели, и не вижу желания стать моделью. У вас должно быть желание прежде всего, и только тогда у вас будут результаты. А если у вас нет желания, вы не понимаете, для чего это, то и результатов у вас не будет. По поводу позирования и по поводу того, какую фотографию я выбрала. Я выбрала вашу лучшую фотографию, говорю вам, как бывший фотограф. Здесь видно все, и разрез, и подклад, то, что он красный, то, что вы говорите, там были другие снимки, где вы показываете руках, там были такие наигранные фотографии, нелепые, что их было стыдно выставлять. Вот сегодня мне нравится, как вы выглядите. Шикарно. Черный цвет, он в тренде, убраны волосы, элегантно. А здесь, я думаю, вы сами по своей прическе видите, да? Почему? Потому что я не придираюсь, замечания имеют место быть. Рабочих фотографий мало. Виктория, я считаю, что молодец, она очень скромная женщина. Она, видно, что хочет, пришла на проект, чтобы поднять немножко свою самооценку, быть поувереннее в себе, потому что видно, что немножко зажата, неуверена в себе. Фотографии были, конечно, не очень такие хорошие, я тоже не смогла выбрать. Из всех фотографий мне понравилось, как она передала именно косметологические процедуры у нас в салоне. Да, я полностью согласна с вами, есть с чем работать, к чему стремиться. Поработаю и над собой, и в принципе буду работать, раз уж да, я пришла, и нет, мысли у меня уйти, теперь точно нет. Сразу же немножечко вас покритикую, что ли, вот так, если позволите. Вот в этой фотографии не увидела артистки. У вас есть этот багаж и этот опыт. Хочу увидеть его на фотографиях. У всех артистов есть свои затыки, и я свой затык признаю, я его пришла проработать. Были ли попытки взаимодействия с режиссером, да, на этой сценической игры, да, конкретно вот там с Лолидой или с Анастасией? У заказчиков спрашивали, что нужно делать конкретно вот на вот этих фотосессиях? Что требуется от меня в настроении, я не спрашивала. Только по одежде, по деталям, что подходит, что не подходит. Возможно, да, это упущение было. Она очень веселая девушка, она прям заряжает своим позитивом, своей веселой энергией. В фотографии, на самом деле, было мало что выбрать из того, чтобы было лицо там. Поэтому я выбрала такую фотографию, где она с нашим сотрудником салона на позитиве. Видны их эмоции, что они прям довольны, и она довольна, как клиент салона. Маргарита справилась с заданием тем, что она могла показать эмоции. Анастасия, вы сейчас так все рассказали, я уже это, собственно говоря, что я здесь делаю, почему я не у вас. Заканчиваем съемку, и все массажные, спа-салон, альгиз. Погнали, о чем тут делаем? Обидно, что вы не воспользовались своими навыками актерского мастерства. Вы могли бы хотя бы поиграть с мимикой, да, с лицом, как-то вырулить. Но, к сожалению, не так, не так у вас это не получилось. На вас одежда хорошо смотрится, она хорошо сидит, и это должно было вам как-то придать уверенность. Но, к сожалению, вы не совсем справились. Я выбрала, хотя вот многие спрашивают, почему именно этот снимок, тут ног нет. Но здесь обрезано, на самом деле, не критично. Зато здесь видно разрез, здесь видно молнию, здесь все аккуратненько сидит, аккуратно силует, видно, что здесь разрез. И нет наигранных поз, вот таких вот там. То есть здесь вот, как будто вы даже и не планировали фотографироваться. Поэтому я выбрала этот снимок, потому что остальное все неудачно, либо сидит одежда, либо у вас наигранная поза. Скажите, пожалуйста, задача модели в целом на фотосессии, по вашему мнению, какая? Передать эмоции, передать то, что просит партнер. На мой взгляд, это так. Вам нравится вот эта фотография? Можно я подойду поближе, я без очков. Ну, вполне хорошая. Да, симпатичная. Она не сильно откровенная? Ну, мне кажется, халат можно было немного прикрыть. Да. То есть, ну, в 18 лет можно, наверное, поскорнее. Даша, вы самая молодая участница восьмого сезона «Я топ-модель». А чувствуете ли вы какое-нибудь преимущество перед другими девочками? Именно от того, что мне 18 лет, и я моложе, нет, такого ощущения нет. Просто у меня до этого уже был опыт в съемках, поэтому в этом я чувствую преимущество. Даша, вот вы сегодня вот одеты в коричневое платье, ботики ваши, вот как-то вы себя, вот какая концепция у вас была внутри? Вы сюда шли, вы знали, перед вами жюри, вы как-то одевались, вы продумывали свой образ? Есть в чем что-то, какая-то концепция вашего образа сегодня? Это мое любимое платье. Дарья, я считаю, что вы хорошо справились с заданием. Во-первых, вы очень симпатичная девушка, и у вас еще впереди большое будущее. У вас очень красивая внешность, красивые черты лица, и вы украсили, даже, так сказать, мой салон немножко, интерьер в салоне. У нее хорошо получилось показать эмоции того, что она после спа-процедуры, и она расслаблена, в халатике сидит и кайфует после массажа. Спасибо, мне понравилось. Спасибо. Хочу отметить, что вы очень красивая девушка, потрясающее лицо. Настаиваю, чтобы вы с ним ничего не делали. У нас так получилось, что жакет нам был немножко большеват, юбка сидела идеально. Но она, зная вот эти нюансы, она пыталась сделать так, чтобы на фотографии этого не было видно. И, в принципе, достаточно хорошо справилась, было из чего выбрать. В лице легкость, не чувствовалось никакой неуверенности, скованности. Девушке большие шансы стать хорошей моделью. Спасибо. Я очень рада, что ты на проекте. Мы тебя сегодня поругаем, ты сильно так не улыбайся. Принимай это с благодарностью, как опыт. Из всех представленных фотографий, так как вы все равно соперница, для себя я уже отмечаю, что ваши фотографии лучшие. По крайней мере, из тех, что представлено. Вы сами видели фотосессию? Да, да, я видел. Мне понравилась фотосессия, которая была у Валиты. Василиса, она справилась с заданием, она смогла показать те эмоции, те качества услуги, которые предоставлены в салоне. Я хочу отметить, что это самая лучшая работа. Это готовая реклама. Хоть на баннер, хоть в журнал, хоть в ленту. Все схватывают на лету, ей не надо объяснять, как позировать, что делать. Просто потрясающе. Вот готовая модель. Я поняла для себя, что ты очень разносторонний, интересный человек, но мир несовершенен и не будет крутиться вокруг тебя точно. Поэтому учись мобильности, учись перестраиваться, учись это делать быстро, тогда ты будешь еще совершеннее. Хочу поблагодарить беременность для себя. У них потрясающие визажисты. Мне очень приятно с ними работать. У Алита, у вас потрясающие наряды. То, что вы шьете, это действительно, это вдохновляюще. Анастасия, очень приятный спа-салон. Даже несмотря на то, что маленькое помещение, там правда уютно. Там уютная атмосфера, там приятно, там тепло, комфортно. Ирина, она не припоздала. Пришла уже к концу фотосессии. Фигура у нее, конечно, ничего не скажу красивая, но фотографии вообще, именно даже в массаже передать, она не смогла. Я вот выделила только одну фотографию. Это вот в кедровой бочке, где она раскрыта. И тут видно, что это не гроб, что это раскрытая фотография. Она вроде бы хотела быть раскрепощенной, и в то же время она была очень зажата. Она была вся немножко как-то вот суетлива. Где-то чувствовалась ее уверенность, а где-то неуверенность в себе. Ирина, ну, хороший кадр, мне нравится. Ну, соглашусь с предыдущим мнением, да, что слишком суетливая, зажатая, неуверенная. Хотя, в принципе, все данные, модели у нее есть. Ну, вот, поработать ей над этим нужно прям. И поработать над лицом. Позировки у нее неплохие. Вот. Особенно, когда она не суетится. То есть она может позировать хорошо, но не может работать с лицом. А сейчас я попрошу участниц проголосовать за ту участницу, которая потеряет один голос. Давай, Зай, давай. А это голоса отсутствующих Ирины и Юлии. И сегодня один голос потеряет Юлия. Смотрите в следующей серии. Она зашла с таким лицом, мне кажется, зашла показать нам, что она лучше нас. Лучшие здесь мы. Три градуса, я сейчас посмотрела, три градуса. Приехали, было ноль, ноль, один. Я всегда возмущаюсь, беспредел какой-то. Ой, холодно. Ой, я тут не могу. А какой ветер. А когда мы закончим? Меня не позвали в ЧАН. Если только драться. Город сказка, город мечта. Попадай в его сети, пропадаешь навсегда. Глотаем воздух, простуды сквозняков. Запахом бензина и дорогих духов. Интересно. Странно. Задержалась сегодня. Отличница по-нашему. И я вам всем купила подарки. Держите. Ну что, было сегодня классное настроение. Подарки мы любим, любим. Юля нам подарочки принесла, так неожиданно приятно было. Ну, с Викой я вот боюсь ругаться, если честно говоря. Ну, посмотри, мне кажется, она может сейчас достать что-нибудь из своего кармана. Это просто одна из лучших съемок в моей жизни. По бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Субтитры сделал DimaTorzok